Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработал с такими стержнями для клеевого пистолета. Конечно же, поэкспериментируем. Давайте посмотрим, что получится. Так что, поехали! Потратил я на них 40 рублей. Самоделок у нас копеечный. Берем стержни и нарезаем. Вот такую баночку металлическую. Нарезал я три стержня. Один вот сюда, пока оставлю в сторонку. Это сейчас будем нагревать. Нагревать буду при помощи строительного фена. Как видите, уже плавится. Ну да, все растаяло. Можно добавлять еще немножко. Три штуки сюда ушло. Нагрели. Хотел использовать обычную пищевую соду, но не нашел. Нашел такой пимолюк сода. Здесь тоже так же в составе 30% природного молотого мраморна, 5 атмосферных ПВА, сода, красители, отдушки. То есть, нам тоже подойдет. Буду сыпать на глаз. Насыпаем наше содержимое вовнутрь. И теперь быстренько перемешиваем. Она застывает, конечно, очень быстро. Есть возможность снизу подогреть. Но пока еще мешается, будем мешать. Вот такая, видите, субстанция. И опять перемешиваю. До однородной массы перемешиваю. Друзья, я вот все провожу. Различные эксперименты по разным покрытиям, изготовлению пластика и различных веществ. Но в чем бы я точно не стал экспериментировать, так это в завершающей отделке своего дома и выборе подходящей мебели и сантехники. И я вам рекомендую магазин «Сантехнику онлайн». Если вы задумали ремонт в своем доме или квартире, и вам необходима мебель для ванной, раковины, смесители и различные аксессуары, то вы легко это можете сделать, заказав «Сантехники онлайн». Доверьте свой выбор профессионалам. В интернет-магазине предоставлено более 600 различных первых брендов. Будь то унитазы, раковины, ванны, душевые кабины. В общем, для ванной комнаты найдете все необходимое. В «Сантехнике онлайн» удобная фильтрация товаров. Широкий диапазон цен. Есть доставка и также установка сантехники. Даже если вы не знаете, как будет выглядеть ваш санузел, в магазине можно сделать бесплатный дизайн проект санузла. Также имеется услуга кредитования и рассрочка. Различные партнерские программы с кэшбэком и приятными бонусами. А также по моему промокоду «Делай сам» можно получить дополнительное 7% скидку. Ссылку на сайт «Сантехника онлайн» и промокод оставлю под видео в описании. Вам же рекомендую ознакомиться с ассортиментом на сайте. И то, что вы ищете, вы обязательно найдете. За кадром сделал вот такую вот подобие ручки. Потому что мне нужно сделать для щетки. Слетела ручка, пломалась. Хочу вот так вот ее сделать. Для этого и сделал. Сейчас силикончиком пропшикаю. Может быть, конечно, это не лучший вариант, но с деревом. Но мне пришло это в голову, я вот решил попробовать. Сразу же мы с вами экспериментируем. И в нагретом состоянии начинаем заливать нашу формочку. Мы это всегда сможем подогреть. В случае чего. Ставим нашу ручку. Не нравится мне, как лежит ручка. Оставляем теперь это высыхать. Давайте вот так сейчас оставим. Чтобы нам потом этот блинчик сковырнуть. И посмотреть, какой он по структуре. Разрезать, разломать его. Так, поставим посохнуть. Добавил немножко еще соды. Попробую сейчас сделать ручку для надфиля. Сейчас она немножко подстынет. Я заформую. Оставим, потом обработаем. Посмотрим, что у нас получилось. Так, здесь это была меньшая порция соды. Здесь немножко порция соды побольше. Даже, видите, по оттенку отличается. Немножко темнее. Ярче, вернее, это немножко темнее. На первый взгляд, конечно, уже совершенно другой пластик, нежели был. У нас срез такой немножко пористый. Да, следы остаются, конечно. Изминаются немножко. Это я, видите, таким краем, да? Вот. Где соды побольше, уже гораздо крепче. И на излом не ломается. Такая вот ручечка. Давай сейчас ее попробуем. Немножко обработаем. Так, вот на скорую руку получилась вот такая вот ручечка для надфиля. Вполне удобно. Держится крепко. Да, при нагреве будет, конечно, при большом нагреве будет ловиться. Потому что термо. Но он нам в руке, в руке точно не растает. У нас свой страх риск буду вытаскивать. Правда, еще тепленькая, блин. Клевовато, конечно, немножко. Но надо обрезать, подточить. Сейчас на гриндере подобработаю немножко. Друзья, ну, по итогу получилась вот такая вот ручка. Да, есть небольшие поры, но они не сквозны и не везде. Ручка не скользкая, в руке удобно. На быструю руку, прям как вариант. Друзья, у нас с вами получилось вот такой вот небольшой ролик. Я надеюсь, он был полезен. Как вариант на скорую руку, я считаю, самое то, делается быстро, элементарно и просто. Не нужно никаких приспособлений там специальных. Я думаю, термопистолет у многих есть в мастерской. Ну, если нет термопистолет, можно газовые горелки разогреть, даже если так на то пошло. Так что, надеюсь, ролик вам понравился. Обязательно ставьте лайк. Если нет, тоже по лайку. Пишите ваше мнение. Вам же всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого-самого хорошего. Все ссылочки полезные оставлю в описании под роликом. Так что, переходите, смотрите. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Пока-пока.